Приветствую вас. Вы знаете, довольно неоднозначная получается проблематика, которую вы описываете, то есть, ну, я не детский психолог, да, меня детская психология не интересует, вот, а могу сказать, что я отвечу, наверное, немного с твоей колокольной, вот, поэтому, если вам нужна консультация именно детского психолога, то, как бы, это все, дождитесь ответа или, там, обратитесь в личку непосредственно к кому-то, да, чтобы вам ответило, вот, потому что, а, ну, тут, тут вот могут не ответить просто в общих вопросах, могут, могут не ответить в общем. А, значит, смотрите, что я увидел, во-первых, я увидел то, что вы склонны вообще искать виноватых, то есть, вот, я виноват, там, ребёнок виноват, там, и так далее. То есть, это такой, я бы сказал, ну, момент достаточно важный, значит, мы, потому что поиск виноватых, это не то, что вообще можно назвать хорошей моделью поведения и тем, что даёт поведение в ребенку, вот, это один момент. Дальше, мне кажется, что вы учили ребенка не делиться игрушками, хотя на самом деле вам может казаться, что это так, но мне кажется, что вы не учили ребенка делиться игрушками, мне кажется, что в большей степени вы учили ребенка завоевывать внимание других людей. То есть, ребенок у вас, это человек, который игрушками покупает хорошее отношение к себе людей. Вот, что мне кажется, здесь вы делаете. И, то есть, если я, да, игрушки со мной играют, если я не говорю нет, то я хороший, я удобный. И вот вы сравниваете своего ребенка с другого ребенка с другими детьми, да, говорят, что другие там играют, играют там, никому ничего не дают, а вот мой там, ну, соответственно, мой, значит, делает это, делает это, вот. И вот, понимаете, штука в чем? Что, ну, вот это вот сравнение, да, это сравнивание, то, что вы сравниваете своего ребенка с, ну, с другими, с другими детьми, вот, это, ну, как говоря, довольно тревожный, такой знак, потому что, это значит, что вы, ну, как бы, склонны, склонны ориентироваться на внешнюю историю, да, то есть, склонны, ну, склонны к тому, чтобы пытаться, может быть, быть, вот, как, как все, и вот, при том, что, получается, это далеко не всегда, и какой ценой, вот, естественно, очень важно, вот, я должен делиться игрушками, чтобы что, я должен делиться игрушками, потому что, знаете, и, за время как это работает, ему действительно хорошо, относится, его, там, не ругать, и так далее, этот ребенок ставит, по сути, мнение, мнение других людей в себе, выше, чем, там, допустим, ну, к примеру, свое собственное, да, благосостояние, например, вот, эти позиции могли, в целом, научить его только вы, в своей, значит, ну, подачи своей идеи, вот, и, соответственно, мне думается, так, что нужно перестать вам, да, грубо говоря, перестать транслировать вот эту вот идею ребенку, что ты должен быть, как другие, ты должен вести себя так, как, ну, как надо, да, и так далее, вот, я думаю, что вот этот момент вам нужно учиться демонстрировать, ну, как, как мне кажется, да, учиться демонстрировать более, ну, такое вот, может быть, самостоятельное поведение, мне кажется, так, вот, и очень важно, значит, добраться в себе, чтобы более, а, все-таки транслировать ребенку то, что вы хотите на него донести более искренне. Следующий момент то, что вы, на мой взгляд, ребенка контролируете, то есть вы, как бы, ну, не даете ребенку, по сути, получить собственный опыт, вот, то есть что такое собственный опыт в данном случае? Ну, в данном случае собственный опыт это то, что ребенок может, например, если это его игрушки, знаете, вот чем штука, в общем, момент важный, если это его игрушка, он, в принципе, может делать с ней все, что хочет, он справит распоряжаться своей собственностью так, как хочет, и то, что вы постигаете на его право распоряжаться своей собственностью, да, это, ну, ничего хорошего это не принесет. Другое дело, другое дело и другой момент, что необходимо, 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 знаете, как, необходимо учить человека такой ответственности, вот, то есть чтобы человек был ответственен за свои действия, понимаете, какой момент здесь, ну, важный момент на самом деле, вот, а вы человека ответственность не учите, то есть человек распоряжается своим имуществом, например, да, вот, почему должен об этом, например, переживать, да, если узнает, что вы, там, грубо говоря, не знаю, все равно, там, купите, купите ему игрушку, еще, другую, вот, и зачем, зачем он будет переживать. Другой момент, что если он знает, что вы, например, игрушку ему не купите, да, пока он, там, условно, ну, не знаю, там, не вернет свои игрушки, да, и так далее, то это тоже другой момент, вот, то есть вы не приучаете ребенка ценить то, что у него есть, опять же за счет отнимания у него, возможности получать, получить свой собственный опыт, с одной стороны, с другой стороны, вмешиваясь в научение ребенка, пользование своими собственными вещами, вот, потому что другие дети, о которых вы говорите, там, все игрушки, это, это способ, это не, не вещь в себе, понимаете? Вот, значит, вы слишком, слишком контролируете ребенка, и покупаете игрушки, ну, вот, по моим ощущениям, не совсем, как бы, для него, то есть, ну, мне кажется, что, если игрушка дорогая, да, то, если, ну, если вот вы не готовы саму, что ребенок там в первый же день сломает, отдаст, и так далее, то, наверное, покупать в таком случае ее не стоит, я имею в виду игрушку, вот, понимаете? А то, так, это, такая, я бы сказал, позиция, знаете, не совсем честно, просто, по, ну, по отношению к ребенку, там, если игрушку, вроде, покупают ему, да, вроде бы дарят, ему, вроде бы, на его игрушку смысла, ну, вот, а пользоваться он ей, получается, может, с определенными ограничениями, так еще ему запрещают, там, игрушку, игрушку, там, образно говоря, куда-то, куда-то брать, ну, вот, то есть, вот это, мне кажется, ну, позиция по отношению к ребенку, ну, не совсем справедливая, да, вот, поэтому очень важно вам, вот, очень важно вам для себя как-то вот определить этот момент, да, то есть, вот, где этот баланс, где я могу, там, согласно, позволить ребенку, там, грубо говоря, делать со своими игрушками, что он хочет, и просто не покупать, например, ему игрушки еще, если он их теряет, тем более, что ему скучно, тем более, что он, кстати, по всему, да, не очень, не очень, как бы, ну, заинтересован в том, чтобы с ними, с ними играть, и тут мне кажется, что вы немного навязываете ребенку игрушки, вот, а тут мне кажется, что вы, опять же, подталкиваете ребенку к тому, чтобы он был, как все, и эта позиция не работает, совершенно очевидно, что эта позиция не работает, вот этот, на вашего ребенка немного другие интересы, но вы эти самые интересы, на мой взгляд, вы их, вы их игнорируете, на мой взгляд, вы их, просто, ну, как бы, закрываете на них глаза, если вам, допустим, кажется, что это, ну, не совсем те интересы, которые достаточно ребенку быть, вот. Я не истинно, поскольку инфляции, я высказал то, что мне показалось, вот, ну, какие выводы я сделал с новостью на том, что вы рассказали, вот, я не детский психолог, я повторюсь еще раз, вот, я отвечаю на ваш вопрос просто, потому что, ну, мне стало интересно достаточно, ну, вот, я прочитал вашу историю, вот, а я могу, вот, в заключение, да, добавить, вот, если хотел бы добавить, пожалуй, это то, что, мне кажется, не хватает личных границ между вами, да, и ребенком, то есть, вот, не хватает разграничения, то есть, вы себя с ребенком, по сути, внушительнее, единым всем считаете, хотя, это, это уже, в принципе, ну, далеко не так, то есть, как бы, ребенок уже, да, он и маленький, безусловно, но он уже достаточно большой, вот, чтобы, ну, считаться одним человеком, да, отдельно, личностью, скажем так, да, вот, получается, что вы его таковым не считаете, и момент-то в том, что вы позиционируете себя, его, вашего мужа, отца ребенка, тоже какие-то не целые, так говоря, мы, понимаете, то есть, момент-то в том, что никаких мы нет, есть только я и ты, вот, а мы, любое мы, это размытие границ, соответственно, нарушение, ну, естественной здоровой деятельности человека, вот, и когда вы говорите, что он у меня, это вот, в принципе, то же самое, то же самое, вот. Поэтому уважайте чужую волю, давайте человеку возможность прочувствовать ответственность за то, что он делает, и только тогда можно, можно, можно научить, научить, ааа, человека ценить то, что у него есть, ну, или, ааа, вскрыть какие-то другие его интересы. Мне кажется, что, ааа, дети, особенно дети, заслуживают того, чтобы им давалось какой-то такой, вот, ааа, шанс, быть, там, быть другими, быть, ааа, кем-то иным, да, вот, ааа, например, ваш посыл, который вы, ааа, продвигаете, ааа, когда, ааа, ну, говорите про, ааа, вот, то, что нужно делиться игрушками и так далее, ааа, ваш посыл, он имеет, ааа, на мой взгляд, ааа, ну, свою собственную, ааа, идею, никак не связанную с, ааа, тем, чтобы делиться, никак не связанную с тем, чтобы, ну, так, 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 довести. Вот, мне кажется, что проблематика здесь есть другая, да, то есть, как бы, вы тут, ну, пытаетесь решить немножко другую проблему, как мне кажется, и, соответственно, очень, очень, ааа, очень важно, чтобы, вот, проблема эта была осознана, и, чтобы ребенку, ааа, ну, грубо говоря, ааа, транслировались, ааа, ну, более естественные идеи. Вот, я специально это повторяю, потому что это важный момент. И, ааа, когда вы берете управление, ааа, его вещами на себя, тоже очень важную, ааа, очень важную, ааа, цель перед собой поставьте, ааа, понять, для чего я это делаю. То есть, ааа, я беру, ааа, на себя контроль за, ааа, имуществом другого человека, да, я контролирую то, что делает другой человек, чтобы что. Вот, ааа, я не знаю, как вы это себе объясняете, но, ааа, на заботу ваше действие в контексте игрушку, игрушек не похоже. Потому что забота предполагают, ааа, то, что, ааа, человеку становится лучше, как бы. Но, в вашем случае, вот, в том, что вы описываете, как лучший ребенок, инфонанс, наоборот, он, там, боится уже, он уже боится. Хочется боится, что вы его, там, отрукаете, за то, что, в принципе, не будет интересен и так далее. А вот. Ааа, поэтому, то есть такой момент, как бы, ну, чьи интересы вы, ээээ, вывещаете, вот, вывещаете там, например, свои интересы, ну хорошо, если, если вывещаете, эээ, свои интересы прекрасно, но нужно это делать честно и не через, не цену ребенка. Вот, если вывещаете интересы ребенка, то нужно подумать, что действительно ребенку лучше. То, что вы делаете сейчас, ему не лучше, вот. Аааа, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Вообще, в деле вам, эээ, вы вместе с, эээ, отцом ребенка обратиться к психологу для того, чтобы, эээ, во всем, ну, так вот, эээ, подробно разобраться. Потому что, эээ, именно семья является, эээ, той средой, в которой, в которой формируются основные, ээээ, эээ, паттерны поведения ребенка, вот. И, соответственно, вы, эээ, твои паттерны поведения не анализируете, вот. А, собственно, эээ, они, эти, паттерны, эээ, вот, ну, вашего поведения, является, эээ, вообще, так я бы говорила, эээ, весна важна, вот. Потому что, ребенок этому, эээ, ну, все, что ребенок делает, он научился у вас, эээ, вот, и, соответственно, соответственно, вы этого себе, ну, может, эээ, там, просто не замечать. Вот, а это, как бы, ну, продолжает, да, там, эээ, ну, ну, влиять, это продолжает влиять на, эээ, допустим, на нося. Вот, и, вы, может быть, говорите, что ему вы вещи адекватные, вот, можете говорить ему адекватные вещи, вы. А, вот, эээ, ну, именно, вот, что, именно, что говорить, говорить можно, что угодно, а, вот, эээ, вопрос-то, что, как бы, ну, работает ли это, ну, понимаешь, да, то есть, ээээ, говорить, ну, что угодно, если вы, ээээ, там, ну, если вы транслируете человеку, немного иные, ээээ, идеи, невербально, то он, соответственно, им и следует. То есть, эти дети не следует, эээ, дети следуют не тому, что им говорят, а тому, что хочет родитель. Вот. Иметь, пожалуйста, это ввиду. На этом всё, я надеюсь, что помог вам, я желаю вам всего самого доброго, удачи. Спасибо. Спасибо.